Здравствуйте, друзья! Меня зовут Станислав Фрадзешевский, а в эфире вновь ваша любимая программа о рыбалке. Как мы и обещали, несмотря на ужасную погоду, мы продолжаем сегодня рассказ о мемориале Соболева, который прошел в середине ноября на рыболовно-охотничьей базе «Успех». Итак, первый день соревнований. На причале обычная предстартовая суета. Последний раз проверяются с Настей, ведь главное ничего не забыть. Сходить на берег от старта до финиша этапа рыболовам запрещено. И вот лодки потянулись к линии старта. В темноте возможны всякие чрезвычайные ситуации, поэтому самые мощные плавсредства от греха подальше выставлены в первый эшелон. Но чтобы, уйдя со старта, они случайно не обидели маленьких. И вот ракета. Одновременно взревели 20 моторов, и участники рванули, чтобы успеть занять самые перспективные точки и не пропустить кратковременный утренний выход судака. Тут уж что называется, кто не успел, тот опоздал. Кто успел, те... Смотрите сами. Так, крючок один. Ну да, рванка уже у нас. Эх, далеко подозочка-то, а? Далеко, далеко. Ну да, сейчас вытянем. Ну-ка, обожди. Еще, еще, еще. Вот так уже через несколько минут после старта сбылась шестилетняя мечта команды «Уральские рыболовы». Вот такой. Ну давайте, ни пуху, ни пера. Это их первый зачетный трофей. Достойная награда за настойчивость. И учитывая, что на предыдущих мемориалах количество пойманных зачетных судаков колебалось от 0 до 6, заявка, если не на победу, то уж по крайней мере на призовое место. А для организаторов это сигнал, что соревнования уже состоялись. Безтрофейный 2009 год не повторится, и можно слегка расслабиться и помечтать о будущем. Я думаю, что перспектива очень нормальная. То есть расти в сторону большей профессионализации тех людей, которые сюда приезжают. Я думаю, что надо расширить круг участников, чтобы побольше набраться опыта. Вот в этом году приехали и французы сюда, и немцы приехали, да. И все начинают понимать, какие тут, скажем, разновидности существуют на Волге. Разновидности ловли судака крупного, да. Иначе просто мы теории смотрим, что там по телевизору показывают. О, супер блесна, этого достаточно, чтобы поймать судака. А здесь на Волге оказывается, что этого мало, да. И поэтому здесь идет развитие обычной, скажем, соревновательной практики, технический прогресс. Мы видим, какие лодки нужны для того, чтобы успешно ловить на Волге. Видим, какие моторы нужны, какое оборудование, эритронное оборудование может помочь. Видим, какие снасти самые современные или какие-то более простые снасти, да. Все это мы здесь испытываем во время этих соревнований. Патрик Сибилис Франции уже второй раз на мемориале. Владелец солидной фирмы, он испытывает здесь свои приманки. Давайте спросим у него и у его товарища по команде, трехкратного чемпиона Франции по спиннингу, Сильвана Леграна, что, по их мнению, изменилось на соревнованиях. Что изменилось, это даже второй вопрос. Главное, что осталось прежде. Мне нравится здесь решительно все. И организация, и сам дух соревнований. И та дружеская обстановка, которая позволяет легче пережить холодную погоду. И та теплота, которую проявляют участникам на базе успеха. Прежде всего, конечно, непривычно и удивительно, что принимается за счет только очень крупная рыба. Это не в правилах традиционных соревнований. И к этому надо приспосабливаться. А вот что касается организации, и особенно организации судейства, когда судей в каждой лодке, это все на самом высоком международном уровне. Ну что же, такая оценка со стороны именитых зарубежных гостей, безусловно, лез на организаторам и спортсменам. Тем более, что в этом году судак тоже по достоинству оценил усилия участников. И за первые три часа соревнований были пойманы еще два трофейных экземпляра. Сначала, почти сразу же после уральских рыболовов, отличилась команда «Дом рыбака». «Дом рыбака» «Все видно?» «Да, приманка». «Все красиво». Потом команда «Рыбы» не сразу поверила своему счастью. «Дом рыбак» «Большой». «Большой?» «Да». «Мне не пал.»